Добрый день! В эфире концептуальные итоги недели. На этой неделе произошли следующие события. Встреча во французском Бригансоне прошла незадолго до саммита лидеров группы семьи в Биорице. Поэтому к диалогу Москвы и Парижа было приковано особое внимание. Президент США Дональд Трамп заявил, что не будет возражать против возврата России в группу ведущих стран мира и возобновления работы этой группы в формате G8. «Я думаю, что гораздо более уместно иметь Россию в составе этой группы», — сказал Дональд Трамп. Что касается вопроса Киргизии, который я немного осветил в сценах блогерского формата «Ветераны», который пообещал осветить подробнее на этой неделе. Многие аналитики, и Валерий Викторович Пякин в том числе, дали оценку произошедшим событиям. Речь идет о штурме усадьбы Атанбаева и его аресте. И сам арест произошел в канун Евразийского экономического форума, когда собрались руководители Содружества. И буквально вот в этот же момент и произошло это задержание. Это задержание имеет знаковый характер, поскольку Киргизия, она входит в Содружество. И компромат, который был собран на Атанбаева, по оперативной информации, к которой я имею доступ, он касается прежде всего экономических схем. И прежде всего схем теневого обнала с участием банков других членов Содружества. Вопрос этого инцидента, который, безусловно, создал негативную атмосферу вокруг форума, создал угрозу безопасности, конечно же, бросил тень на силовой блок и Совет безопасности самой Киргизии. Это вопрос чрезвычайно важный. Сейчас, насколько я знаю, обсуждаются тезисы и предложения киргизской стороны принять помощь в организации таких мероприятий и в советниках, которые могут помочь в этом вопросе. Но поскольку это событие имеет значение для всего Содружества, и завязано на многих членов этого Содружества, то мы вскоре станем свидетелями больших чисток на всем постсоветском пространстве. И, собственно говоря, вот эта мысль, я ее и анонсировал в концептуальных итогах недели. События последних дней так или иначе связаны с Украиной. Встреча российского президента с французским, созвон французского президента с американским, встреча Владимира Путина с руководителем Финляндии. Все эти встречи так или иначе касались украинского вопроса. Зеленский звонит вновь назначенному премьер-министру Великобритании. И, в общем-то, точно так же, как и его предшественник, пытается перевести стрелки на Россию, которая не является стороной конфликта и никак не может быть исполнителем минских соглашений, завизированных в Совете Безопасности ООН. А дошло уже до анекдотической ситуации, когда Мария Захарова вынуждена делать уроки по применению правильно слов «дипломатия», «высокая дипломатия», «международные отношения» Владимиру Зеленскому. Такое чувство, что у Зеленского накануне принятия глобального решения по Украине планов о том, как решать вопрос войны на Донбассе, просто нет. При этом он, как выходец из шоу-бизнеса, такое ощущение, что карнавализирует всю ситуацию на Украине и заводит ее в такое состояние, что даже в нормандском формате выработать правильное решение достаточно затруднительно. При этом давайте посмотрим, что происходит с другой стороны линии разграничения. Леонид Иванович Пасечник недавно сделал заявление о том, что ЛНР не собирается идти в Украину. Это заявление опубликовано на сайте «Русская весна», там достаточно длинный текст, но из него можно выделить буквально три ключевых момента. Республика не просится в состав Украины, а стремится к легитимизации и прекращению боевых действий. Об этом в ходе встречи с руководителями профсоюзных организаций ЛНР заявил глава республики Леонид Пасечник. «Вектор нашего движения, вектор, направленный на интеграцию с Российской Федерацией, он не изменен. Никуда в другие направления мы идти не собираемся», заявил он. «В случае необходимости, дальше самое интересное, мы можем взаимодействовать с Украиной, в случае необходимости мы можем взаимодействовать с Российской Федерацией, в случае необходимости мы можем взаимодействовать с кем угодно», пояснил глава ЛНР. «Логика» – учебник для средней школы 1954 года. Изучение логики критически важно для развития способности мыслить, однако ее не преподают в современных школах. Между тем, в СССР сталинского периода был разработан и внедрён в школьную программу универсальный учебник по логике. Его с интересом изучали как ученики, так и их родители. Как работают логические приёмы? Каковы основные законы логического мышления? Как безошибочно выстраивать суждения? Логика. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru Одним из самых ярких и запоминающихся событий прошлой недели был эфир Александра Рогаткина в эфире «Россия-24» под названием «Окопная правда», где удалось собрать друг напротив друга участников противостояния на Донбассе. Впервые у нас в студии те, кто ещё недавно рассматривал друг друга в прицел. С одной стороны, военнослужащие Вооружённых Сил Украины, а с другой – ополченцы и бойцы Народных Армий Донбасса. Украинское издание «Факты.юэй» 24 августа, в день эфира, сделало анонс. Опять надо поговорить. В студии РОСТВ собрали бойцов ВСУ и боевиков ДНР и ЛНР. Давайте прочитаем пару абзацев. В день независимости Украины на российском пропагандистском телеканале «Россия-24» покажут передачу «Окопная правда», в рамках которой в студии якобы встретятся украинские военнослужащие и боевики так называемых ДНР и ЛНР. Информация об этом появилась в соцсетях из анонсов ведущего программы пропагандиста Александра Рогаткина. Как известно, на протяжении многих лет российские государственные каналы и СМИ занимаются антиукраинской пропагандой. События в Украине подаются исключительно под соусом того, как это видят в Кремле. Часто зрителям показывают откровенные фейки. Рогаткин, в частности, неоднократно называл войну на Донбассе гражданской войной, как бы не обращая внимания на неоднократные обстрелы Украины с российской территорией, наличие российских регулярных войск на Донбассе и в Крыму. На этот раз, видимо, по методичке Кремля взят курс на примирение жителей Донбасса и свободной Украины. Тезисы, которые рассмотрены в программе, внушают зрителю мысль о том, что война никому не нужна, стоит мириться. Дело в том, что Москва давно реализует сценарий, при котором так называемая ДНР и ЛНР получат широкую автономию в составе Украины с возможностью выбора местных властей и возможностью блокировать изменения в Конституции, а также принимать другие важные государственные вопросы. После появления анонса телепередачи в патриотических украинских группах начали искать, кто же из военнослужащих ВСУ поехал в Москву на съемки. Многих ветеранов заинтересовал тот факт, что военные поехали в Россию и там их никто не задержал, хотя против бойцов ВСУ Следственный комитет РФ по выдуманным обвинениям открыл уже десятки уголовных дел. Вот такое вот анонсирование в день эфира со стороны украинского средства массовой информации. Многие люди после этого эфира высказали свое отношение, что процесс примирения или замирения, или братания, он как бы уже начат. Но я хочу сегодня в этих концептуальных итогах предложить вам версию происходящих событий несколько с другой точки зрения. Во-первых, Александр Рогаткин – это человек, который дважды удостаивался премии «Журналист года» за мужество и освещение событий на Донбассе. Мы с вами понимаем, что эта война во многом медийная. И вклад журналистов со всех сторон в освещение этого конфликта, в принципе, этому конфликту и способствовал. То, что анонсирование этого эфира произошло вот в такой форме в украинском издании «Факты.юэй». Понятное дело, если понимать, что это сообщение адресовано сразу нескольким аудиториям. Местная аудитория – это закрыто блокирующими модулями относительно того, что это все не то, не так и неправильно. А с другой стороны, само ток-шоу произошло на территории Российской Федерации, на федеральном канале. То, в принципе, вот это событие, помимо того, что какие-то тезисы были озвучены относительно того, что люди с земли, из окопов, начали проговаривать отдельные аргументы для примирения. То, что это ток-шоу произошло на территории России, говорит о том, что это демонстрация Москве, Кремлю и надстрановому управлению, того, что в канун принятия глобального решения по украинскому вопросу, украинские олигархи, которые в «Фактах.юэй» анонсировали вот таким вот образом этот эфир, дают понять, что они сами решат этот вопрос без снесения старой системы управления. То есть это получается такая медийная операция по повышению статусности самих организаторов войны. Мы с вами понимаем, что война медийная, что она в интересах олигархических кланов, которые на этой войне зарабатывают. Мы понимаем, что Зеленский, например, пришел для того, чтобы снести старую систему управления. И, собственно говоря, он начал с Медведчука. Мы с вами обратили внимание, что формула 33 на 33, она указывает на то, что у Зеленского, например, обмен военнопленными получается не хуже, чем у Медведчука и людей Медведчука. То есть цель стратегическая завершения войны путем сноса старой системы управления артикулирована очень громко. Понятное дело, что старая система с этим согласно быть не может. Она будет предпринимать любые действия для того, чтобы удержаться. В результате этого эфира мы с вами увидели демонстрацию и как бы позиции олигархических кланов на Украине, которые, безусловно, имеют возможность влияния на либеральные телеканалы в России. А Россия-24, даже если по сетке вещания посмотреть, я не буду сейчас копаться в акционерах, в учредителях, в структурном и бесструктурном влиянии управления. Но даже судя по тематике программ, там две трети передач строго либеральные, олигархические, безусловно, завязанные на старую систему управления на Украине. И вот если все эти факты выстроить в одну логическую цепочку, то факт замерения людей из окопов, которые действительно достаточно сложными путями добрались до студии, и одели камуфляжную одежду, и продемонстрировали саму возможность, вот все это наводит на мысль, что было бы лучше, если бы даже не в студии, а, например, за столом переговоров сели примерно одинаково нелегитимные президенты Украины Владимир Зеленский, который избирался на территориях за минусом практически третьей населения. Некоторые журналисты его вообще называют полупрезидентом. И руководители республик Донбасса, которые ищут легитимизацию, то есть они нелегитимные. И получается, что примерный баланс нелегитимности, что Киева, что Донбасса, он примерно равен. Но за столом переговоров вот эту всю риторику примирительную должны делать не солдаты или люди, бывшие солдатами, которым согласовали, организовали и оплатили эту повестку, а должны сидеть представители систем управления, которая в свои корни ведет в старую-старую, древнюю-древнюю олигархическую систему управления, которую Зеленский и надстрановое управление поставили на выход. Вот эту мысль я хочу донести зрителям программы «Концептуальные итоги недели» на этой неделе, для того, чтобы вы подумали о тонких хитросплетениях ключевых вопросов. А ключевые вопросы при анализе любой ситуации, они следующие. Кто? Александр Агаткин дважды номинировался за освещение событий на Донбассе. Где? Канал «Россия-24». Какой канал? Примерно представляем его направленность. И примерно представляем его инструментальную направленность. Кто в кадре? В кадре люди из окопов. Это почти как во время Второй мировой войны люди из СМЕРШа сели бы где-то в студии радиоэфира с гестаповцами. Это в принципе невозможно. Соответственно, имеются элементы постановочности. И вот если суммировать все эти вещи, то эфир «Окопная правда» попахивает демонстрацией того, что «Ой, мы многое сделаем, лишь бы старую систему управления на Украине никто не сносил». Здравствуй, Вячеслав. Дмитрий, здравствуй. Сколько лет, сколько зим мы с тобой не виделись и в реале, и в онлайне. Уже больше месяца, по-моему, прошло. Мы в начале июля с тобой зажигали. Прилетел. Хоть август на дворе, но у нас в Баварии зима. Вот что даже в свитере приходится сидеть. Ну, вы нас не сильно этим удивите. У нас в Москве тоже не Крым. Тоже прохладно было. Месяц был вообще достаточно странный с точки зрения климата. Изменения климатических поясов. Давай сегодня возобновим традицию обсуждения событий в мире и в Европе в частности, поскольку ты там находишься. И давай пробежимся по основным глобальным событиям. То есть текучка, она тоже бывает важна и привязана к глобальным, но произошли некоторые события, которые имеют привкус глобального управления. И процессы, которые за этим стоят, интересы, интересанты и игроки. И вот это самое интересное. Расскажи мне, как брату, что за последний месяц на тебя произвело максимальное впечатление? Много чего. Ну, начнем, я думаю, с глобального уровня. Это высказывание Трампа о приобретении Гренландии. В германских СМИ и в германской политической элите к высказыванию Трампа отнеслись пренебрежительно, что, ну, вот, едиотское высказывание Трампа. И, ну, как дурочку, образно говоря, пытались это поднять на смех, что якобы, как это шутки и все такое. Но те люди, кто разбирается в процессах, они прекрасно понимают, что Америку отодвигают от, ну, или отодвинули уже от Арктики. Да, и вообще в целом от этих процессов. И вот в нашем понимании, что Трамп, заявив о Гренландии, хочет вклиниться в этот процесс, чтобы Америка влияла на арктический регион и не дала России, как существенному драку, да, как северный морской путь, вот это все это, да, не выстроить Арктику так, как, ну, в России, в первую очередь. Ну, имеется в виду северный морской путь, да? Логистический. Ну, и путь в том числе, несловно, потому что чем больше будут таять ледники в Арктике, тем больше всплывет еще много чего интересного. Вот, но в Германии не отнеслись к этому сподобающе, то есть Трампа просто выставили дурачком. Но Трамп в ближайший, вот, ну, ближайший месяц, насколько я понял, он планирует ехать именно вот в Скандинавию, турне туда. И это одно из тем будет для переговоров в Дании. То есть это не просто так высказывание там. Вчера вышел, ну, сегодня утром вышел Валерий Викторович Пякин, он тоже этой теме посвятил большое внимание. Он там, правда, забросил мысль о том, что Китай строит ледоколы тоже под Арктику. И явочным порядком хочет туда войти в расчете на то, что после 2024 года Россия будет не такая мощная. И вот эта драка за Северный морской путь, за логистические пути, это вот сейчас самая главная пружина глобальной политики. Типа. Хорошо. С этим более-менее, ну, тема обозначена. Что еще у вас там в Германии, в Баварии происходит? Что за последний месяц достойно внимания и обсуждения? Трамповский, не не трамповский, а вообще в целом американский посол Германии бросил такое высказывание, что если Германия не поднимет свой процент в выплаты НАТО, в двух процентов, и не поднимет свою армию, он пригрозил, что американцы часть своих войск выведут в Польшу. И интересна была реакция, с одной стороны, как проамериканских политических элит, но и, с другой стороны, часть народа. Надо понимать то, что народ, кто разбирается тут, кто в теме, они понимают, что американские войска – это оккупационные войска на территории Германии. Они, в принципе, держат этот режим меркельский, ну и в целом либерально настроенные здесь. И они им с радостью помахали руками и уже давным-давно ведутся митинги возле базы Рамштайн американской, что «Амми Гогом», ну чтобы они валили отсюда. То есть народе это восприняли на ура, это высказывание. А элиты, в том числе баварские элиты, они своими высказываниями проявили свою проамериканскую линию, что американские солдаты находятся здесь с радостью и хорошо. И мы, как Бавария и Германия, хотим дальше, чтобы американские солдаты оставались в том числе в Баварии. Но мысль заброшена и в политических кругах ведутся разговоры о возможном выводе части американских войск из Германии и усиление бундесвера, то есть германской армии. Сейчас же новый министр обороны у нас в Германии, ну вот недавно выбрали еще дополнительно. Была женщина в тонах, теперь женщина в юбке руководит германской армией. То есть не лесбиянка? Нет, у нее тоже было семь детей вроде бы. Нет, ну это не показатель. Ну-ну, это я, извините, это я отвлекся, да. Это ты отолерант на Европе? Ну да, да, да. Вот, а у нее тоже вроде бы трое детей, но главное понимание, что когда Орзулу фонда Ляйен убрали и поставили на европейский уровень, в Германии многие надеялись в армии, что придет наконец-то мужчина, который будет понимать вообще армию и проблемы, на которую Бундесвера ставит. Но поставили женщину, в высказываниях она якобы хочет усиления Бундесвера, но по факту до сих пор еще нету таких конкретных шагов с ее стороны, чтобы усилить Бундесвер. Но, безусловно, удочка заброшена, что Германию могут вывезти. И это, похоже, Трамп через своего посла сделал заброс, чтобы вывезти бойска в целом из Германии, чтобы Германию сделать суверенной, опять так, страной. Ой, а зачем это Трамп? Ну, я так понимаю, что это глобальный план, да? А усиление Германии в какой-то степени, стабилизация ее, да? Да. А как быть с другим глобальным планом превращения Европы в переселенческий халифат? Тут получается противоречие. Или это чисто по фазе разные процессы, разные движения? Разные движения. В моем понимании, это разные движения, но в одной конве это все идет. Безусловно, долгосрочные планы – это провести исламизацию Европы. Ну, вот приведу пример. Может быть, ты слышал, в СМИ недавно один сириец с самурайским мечом на улице просто-напросто зарубил одного. Но выяснилось, это русский немец, который тоже мы с ним знакомы, тоже что-то не поделили, и он просто-напросто, ну, зарезал его на улице. И в этих случаях и снасилование, и убийство, и причем сейчас новый, в кавычках, тренд такой стал, нелегалы толкают людей на... Под пояс. На пути. Вот. И это очень большая проблема сейчас даже встала в Германии, что небезопасно находиться в том... Уже даже на путях. Вот ты представляешь, я вот размышлял только сегодня об этом. Произошло, прошло всего три или четыре года, ну, вот в 15-16 год, Германия с распростертыми руками встречалась здесь этих людей-нелегалов. И прошло три или четыре года, то, что люди уже, многие, оборачиваются на перроне и стоят, да, как бы их уже не толкнули. То есть, как ситуация в худшую сторону в Германии изменилась за вот эти вот всего лишь пару лет. Ну, это, наверное, от безнаказанности. То есть, силовые органы Германии ничего не делают, а общественная инициатива до наказания виновных, похоже, еще не доросла. Не доросла. И в Германии, как я тебе уже давно говорил, есть патриотически настроенные элиты, это партия альтернатива для Германии. Они сейчас, по сути, сидят во всех землях Германии. И осенью будут выборы в Бранкенбурге, ну, это вот возле Берлина, это земля, да? То есть, Берлин это отдельно, а вот Бранкенбург, соответственно. И ЗАГС, там будут выборы. Так что, с внутренних элит, политических, выстраиваются на них наезд. То есть, в ЗАГС не допустили часть людей к выборам, то есть, из 60 всего лишь 30 зарегистрировали. А в Бранкенбурге ведутся сейчас разговоры, то есть, коалицию сделать, это левые, социал-демократы и зеленые. Самое главное, чтобы не допустить альтернативу для Германии именно к рычагам управления. Потому что вероятность большая, что в Бранкенбурге они получат 50%. И это тогда будет огромный прецедент, потому что только как они в одной земле получат большинство, как говорится, тогда остальная часть Германии увидит, что пришли патриотически настроенные люди к власти, начали конкретно менять ситуацию в этой земле. И это будет тогда прецедент, чтобы АФД, альтернативу для Германии, и в других землях набрала как можно больше процентов. И вот в том числе именно вот это вот ослабление в ЗАГС, потому что в ЗАГСе они традиционно набирали 30% и больше. Госплан. Вчера, сегодня, завтра. Валерий Антипов. Современное российское хозяйство направлено на вывоз капитала за пределы страны. Такая экономика не способна устойчиво развиваться. Сможет ли принятие Госплана повлиять на эту ситуацию? Валерий Антипов, кандидат физико-математических наук, специалист в области экономического планирования, создал уникальный труд о феномене Госплана и возможности его практического внедрения. Применима ли советская модель экономики сегодня и как внедрить директивное планирование в рыночных условиях? Почему Госплан – реальная возможность спасти страну? Как России быстро завоевать внешние рынки сбыта? Госплан. Вчера, сегодня, завтра. Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru Не, ну мы-то понимаем, что или-или, или альтернатива, или не альтернатива. На самом деле, глобики и там, и там. И это может быть управляемый процесс, те же самые качели. Ну, придут к власти. Но это же не значит, что прям наступят сразу молочные реки с кисельными берегами, наступит счастье. Это просто, ну, такая игра, когда люди втягиваются в противостояние или-или, а с более высокого этажа, да, нам без разницы, кто придет к власти. Все равно они будут делать то, что нужно нам. Ну, с другим, конечно, калинкором. Оно частично это есть. И альтернатива для Германии в свое время так и создавалась, чтобы ту часть населения, протестный электорат, который разбирается, именно его собрать в котел и проконтролировать этот процесс. Но в альтернативе для Германии ведутся чистки, безусловно, кадры заменяются, и все больше и больше приходят люди, которые на самом деле, у которых сердце на нужном месте. И они не хотят, чтобы германия была колония, и Германия была исламизирована. И эти люди, они уже давно, то есть уже до альтернативы для Германии, они занимались внутренней политикой, и, ну, образно говоря, гнули про германскую линию. Нет, я не хочу сказать, что это неправильный процесс. Я хочу сказать, что это процесс правильный, только там надо быть очень внимательным. Побеждать надо. Ну, качель должна качнуться в любом случае. Безусловно. Так вот, чтобы она как раз не качнулась в патриотическое направление, соответственно. Так вот, борьба ведется против альтернативы для Германии. И надо понимать то, что и в других партиях, хоть социал-демократы, хоть христианские демократы. Вот актуальный пример есть. Раньше был человек, мы с тобой также записывали, помнишь, когда о темнице мы с тобой делали запись? Да, да, да. Когда я рассказывал то, что глава разведки, он сказал, что не было никаких преследований мигрантов. Да, тут подняли такой хайп, то, что вот, там правые радикалы преследовали все это. А он, ну, от разведки говорит, у нас нет доказательств. И это, допустим, поводом, чтобы его убрать, соответственно, так как он пошел против мейнстримовской линии. Так вот, сейчас уже ведутся дальше разговоры, чтобы его уже исключить из партии. Понимаешь? Потому что, а он говорит, не я отодвинулся от партии, а партия, то есть христианские демократы, сдвинулась налево настолько, то, что она уже не олицетворяет наши интересы. И поэтому происходит тренд, что как и социал-демократы, так и христианские демократы, они именно вот электорацию теряют, и они переходят в альтернативу для Германии. Ну, с другой стороны, это управляемые процессы, и при помощи этого человека происходит удар по партии, и ее отодвигание от власти. Конечно. А партийные бонзы, они же служащие, они команду получили, исполняют, и они, наверное, даже до конца не понимают. Но они привыкли быть при власти и не понимают. Ну, вот я тебе скажу, что у нас тут схожие процессы с Единой Россией. Тоже происходят удары по партии, а партийная дисциплина не позволяет включать голову. Здесь партийная дисциплина, она в Германии, она очень жесткая. Ну, и так же тоже в партиях были люди, и есть до сих пор, которые не высовываются. Ну, вот, может быть, ты помнишь, что раньше был, как я же, Меркель, канцлер, а есть президент, который стоит над ней, получается. Ну, да. Раньше был президент Вульф, Кристиан Вульф. Он был такой, либерально настроен, но в позитивном смысле. Он был первый, кто на высоком уровне сказал то, что ислам принадлежит Германии уже. Как объективная данность. То, что на мусульмане живут, значит, и ислам уже, это, можно сказать, тоже стало часть Германии. Так вот, на него сделали такой наезд с помощью СМИ и убрали его. А почему? Потому что он не хотел тогда подписывать договор каббалистический, где Германия должна была за долги, можно сказать, всего Евросоюза стоять. То есть, когда подписали договор, после его, когда убрали, на 700 миллиардов евро Германию подписали, соответственно, под этот фонд. А он не подписывал его. Так вот, сделали скандал и убрали. То же самое и вот с Массеном, и им подобные. Они находятся, просто они прекрасно понимают, что мейнстримовская линия одна, и они не высовываются сильно, ну, как говорится, далеко, чтобы не потерять свои места. Что на поле взаимодействия России и Германии происходит? Вообще, какие события, ну, вот, вот, на этой оси? Москва-Берлин или Москва-Гамбург или Москва-Рамштайн? Ну, сейчас Москва-Париж. Путин же во Франции. Да, да, давай этого вопроса коснемся. Как оценивается у вас, что это такое, какие процессы происходят? Я, кстати, обратил внимание, что, когда Путин заявил, что нормандский формат безальтернативен, слово Минск не прозвучало. То есть, до этого все время говорилось, Минск безальтернативен, Минск, а нормандский формат где-то там стоял, придатком. А сейчас, после этого вояжа, или во время этого вояжа, прозвучало, что нормандский формат – это ядро, а все остальное – придатки. Ну, я обратил на это внимание. А что говорят у вас? Ну, у нас говорят СМИ, что два якобы сильных лидера встретились и между собой решают европейские проблемы. Якобы это, в смысле, ты говоришь или они говорят? Нет, они говорят, они говорят. Я тебя буквально сегодня читал. Ну, в смысле, в прямом смысле. Два сильных лидера взялись за управление Европой. Да. Но у них была встреча, где они приблизительно целый час, ну, вот я читал на Шпигеле сегодня, допустим, информацию, потому что они говорят, они целый час ходили, беседовали без делегации, то есть, как говорится, тет-а-тет, общались. Я на другое обратил внимание высказывание Путина, когда и вот это, опять же, здесь Шпигелька, олицетворяющая вот эту часть элиты, они это высмеяли. Путин сказал, что от Лиссабона до Владивостока – это, как говорится, тоже безальтернативный путь, и надо его выстраивать. И Путин в том числе приехал в Париж, чтобы налаживать мосты, так же тоже. И они вот это вот высмеяли, что это фантазии Путина, и этому не суждено быть. А вот как раз вот Пайерти, альтернатива для Германии, они как раз вот и работают над этим. То есть, вот, и это вот либеральные элиты и боятся, что если выстроится опять, как, ну, как, Ось, Париж, Москва, Берлин, как в свое время Путин выстраивал с Шрёдером и Шираком, мы помним, вот это вот боятся. Ну, понятно, их страхи понятны, это же смена системы управления, это часть людей просто пойдет под увольнение, а что кушать, а люди привыкли хоржить на широкую ногу. Это страшно. Конечно. Да, их можно посочувствовать, им страшно. Ну, и поэтому они возбуждают СМИ и говорят, этому не суждено быть. Ну, понятное дело, при них не суждено, а если их уволить, очень даже может быть. Да. Так этому суждено быть. Конечно, конечно. Потому что все к этому идет. Вообще, я думаю, что объединение Европы с Евразией вдоль шелкового пути – это глобальное решение, и оно неминуемо. И чем дольше старая система управления брыкается и барахтается, и говорит, нет, это невозможно, тем им будет больнее. Безусловно. Тем будет им больнее, и тем больше они, как бы, так сказать, если затронуть этот уровень, тем больше они накормуют. Потому что карма-то неизбежна так же тоже. И с нашим пониманием, и причем люди, тонкий план, который видит, или будущее, и становиться, они это предсказывали, то, что произойдет объединение России и Германии. И Германия как раз вот, она вот и должна передать эстафету именно правления России. То есть, по эпохам они разбили. Так вот, как раз вот, понимаешь, что? Здесь же надо понимать. По крайней мере, я так понимаю. Германские элиты, которые хотят делать бизнес, они заинтересованы, чтобы, с одной стороны, с России делать бизнес, но Россия была колонией. То есть, вот именно такого сотрудничества на одном уровне, они не заинтересованы. Но они понимают, что Россия клонтайк полезных ископаемых. Вот взять вот, к примеру, Китай. Ну, протесты в Гонконге, которые были. Давай затронем эту глобальную. Давай, давай. Так же ситуацию. Так вот, буквально недавно германская делегация от свободной либеральной партии летали в Гонконг. И они разговаривали там с представителями гонконгской элиты, которые ратуют за отсоединение Гонконга от Китая, чтобы статус сохранился, соответственно. Но и Гонконг остался Гонконгом, а Китай остался Китаем. И в Германии укрывает, в кавычках, беженцев из Гонконга, которые также тоже способствуют выведению людей на эти митинги. А почему в том числе Германия или германская элита заинтересована этим? Вот буквально недавно вышла такая стратегическая записка, где германские элиты обеспокоены, что Китай контролирует огромную часть как и добычи редких металлов. Редкоземельных металлов. Редкоземельных, да, благодарю. Просто у меня частенько такое бывает, я с германистом пытаюсь на русский перевести быстро. А с одной стороны, они как контролируют добычу, но и с другой стороны, производство. И это для как германской промышленности, так и для германской оборонки очень опасно. Так вот, в том числе ради этого Германия пытается, как они могут, влиять на внутреполитические события в Китае, расшатывание его, чтобы ослабить Китай, чтобы вклиниться в эту цепочку. И германская оборонная компания Тюссенкрупп, очень известная во всем мире. Они в том числе и танки производят, ну, оборонка в целом. Они заключили долгосрочный контракт в Австралии, чтобы зарезервировать себе вот эти вот редкие земельные металлы, соответственно. И они, вот я говорю, буквально недавно был такой случай, что они, с одной стороны, германские послали туда политические элиты на переговоры и давать руководство, соответственно. А с другой стороны, вот сейчас вот я тебе вот не хочу солгать, или Помпео, или Майк Пенс. Вот кто-то из этих двух с ним встречался, с гонконгским миллиардером, и давали ему указания, так же тоже, как освещать события в Гонконге. И вот буквально Трамп, буквально день-два назад, он только так сильно влился в процесс этот, ну, до этого он более так отстраненно стоял, а сейчас Трамп заявляет, что надо права человека соблюдать, ну и все такое. А давай с глобальной точки зрения посмотрим. А в чем интерес? Ну, понятно, Крупп – это экономический интерес и вклиниться в внутренние дела Китая, да? А вообще вот эта возня Гонконга, она-то, вокруг Гонконга, она-то чем-то закончится. И, похоже, финишная прямая, все равно же будет ответочка. То есть сейчас качнулась качеля в сторону беспорядков, проявились интересанты из Европы, из Америки, и бизнес в том числе, а потом пойдет маятник назад, и в результате получится, что все получат по... Ну, Китай – мощная штука, и они же просто так Гонконг не отдадут. Тем более там штаб-квартира глобалистов. Конечно. Безусловно. То есть это обратным ходом, это удар по интересантам и по их гашению, я так понимаю. Конечно. В моем понимании будет зачистка. Китай это не оставит так. Это безусловно. Ну и западные элиты это тоже не оставят. Они будут дальше пытаться воздействовать на Китай. Но в моем понимании для Китая это будет... Гонконг – это поспособствует усилению Китая. Именно как системы. Ну да. Переформатирование системы старой английской и гонконговской. И традиции будут долго меняться, но в целом, да, систему можно поменять быстрее. Хорошо. Когда в Россию приедешь? В Россию? Не знаю еще пока. Турне по Германии планирую. Потому что важно... Важно со мной стороны общение с людьми на земле. Ну и важная очень такая задача именно разъяснения людям, именно что происходит в Германии и на каком уровне ведется воздействие. Потому что очень многие патриотические круги... Кстати, у нас в Германии патриотические люди создают свои альтернативные СМИ, пытаются, то есть площадки, где освещают... Потому что YouTube... Вот я только вчера залил свое видео. YouTube меня тоже заблокировал. То есть YouTube очень многие блокируют. Цензуру включают по полной. И вот недавно только осветилась информация, что Google, ну, YouTube проводит цензуру, соответственно, что им надо поднимают, а что надо опускают. Так вот, ну, с другой стороны, во многом люди погрязли в текучке. И вот для меня, по крайней мере, в планах это вот сделать турне, создать людям более целостную картину. Потому что только тогда, когда мозаичное понимание, тогда становится понятно. И с одной стороны, а что происходит, а с другой стороны, что надо делать. А цель, конечно, Герусия, люди ждут. Вот цель. Я слышал или читал в каком-то видео, или под видео, о том, что за последние 7-10 лет количество упоминаний... Ну, вот берется аналитика, бигдата скачивается в социальных сетях, перепосты и упоминания, например, либеральных англосаксонских тезисов по Германии и по России. И была ситуация, что Германия по лояльности к России 10 лет назад была выше, лучше по частоте упоминаний. И за последние 7 лет усилилось значительно англосаксонское давление и по частоте упоминаний в официальных СМИ и в соцсетях англосаксонское влияние стало доминирующим на порядок. И это, кстати, проблема не только ваша. У нас та же самая песня. У нас по частоте упоминаний тезисы, забрасываемые из Ньюсрума в Радио Свобода, они на первом месте. Как ни странно. То есть, вот перепосты, основных тезисов, СМИ, а Радио Свобода, Эхо Москвы на первом месте. Так что вот с информационной точки зрения работа... Да, это... Альтернативная СМИ – это интересная тема, мне она точно интересна. Так что, если будут какие-то наработки, ты мне там тихонечко скажешь. Мы противника вооружать не будем. Хорошо. Ну, а я тебе расскажу свои дела. Добро. Надо свои выстраивать уже. Да, да, да. Хорошо, Слав. 28 минут мы с тобой поговорили. Ну, такая экспресс... Экспресс-летучка. Обменяться мнениями, узнать, что там у вас, что там у нас. У нас здесь так же, как у вас, холодно. У нас здесь люди в отпусках тоже заняты бытовухой. Политический сезон начинается, условно, через неделю. И я думаю, что числа 3-го, 5-го, 10-го сентября нам бы стоит повторить заход для того, чтобы, ну, как бы откомментировать начало политического сезона. И телевизионного, кстати, в том числе. Добро, давай, в сентябре созвонимся. Я уже буду по Германии где-то колесить. Но где-то из Германии... Созвонимся, я поговорю. Да, ты же найдешь где-то вечерком интернет там. Обязательно. Да, и мы с тобой поговорим. Спасибо большое. Удачи на пути обретения суверенитета Германской Федеративной Республики. Да, Федеративной Республики Германии. Да, благодарю. Чего я желаю вам. Ну да, и мы тоже на этом пути стоим. Вам тоже есть над чем поработать. Да, да, да. Хорошо. Добро, до связи. Хочу порекомендовать всем нашим зрителям, а особенно тем, у кого есть дети, уникальный комплект из пяти предметов Советская школа чистописания. Развитие красивого почерка очень позитивно сказывается на структурах головного мозга. Комплект включает в себя методическое пособие по чистописанию 1955 года, прописи для первого класса 1947 года, универсальные деревянные держатели, или металлическое перо, в выборе которых участвовал педагог-новатор и популяризатор перьевого письма Владимир Филиппович Базарный. Также в наборе чернильница «Непроливайка» с настоящей кжельской росписью. Приобрести комплект вы сможете в интернет-магазине Концептуал или перейдя по ссылке в описании. Это были «Концептуальные итоги недели». Подписывайтесь на наш канал. От этого очень зависит качество выхода следующих выпусков. Обязательно нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших обновлений. Спасибо за внимание. Узнай больше на «Концептуал.РФ». Продолжение следует...